Дорогие друзья, я приветствую вас в этом стриме от оркестра Pratum Integrum. Должен сразу вам сказать, что мы сегодня технически промучились полдня для того, чтобы это дело организовать. Опыта такого лично у меня не было, и вот прямой стрим у нас не особенно так получился, поэтому то, что вы видите, эта передача, этот стрим, он записан буквально за час до того, как вы увидите это в прямом эфире. Но на самом деле сути нашего сегодняшнего разговора это не меняет. Специально по просьбе нашей замечательной Оли Белецкой я хочу вам предложить небольшой рассказ о фантазиях для Виолы да Гамбо Георга Филиппа Телемана, и делается этот рассказ в рамках такого довольно крупного проекта, где солисты Pratum будут рассказывать о каких-то небольших сольных проектах, которые делают в наше непростое время, когда, к сожалению, оркестр очень редко может выходить на сцену по причине того, что концерты, как вы знаете, сейчас практически запрещены оффлайновые. Мой проект фантазии для Виолы да Гамбо Георга Филиппа Телемана на самом деле был задуман гораздо раньше, чем наступила пандемия, а именно в 2017 году мной был осуществлен первый этап записи этих фантазий в виде аудио-видео формате, то есть все эти пьесы сейчас доступны на YouTube в виде аудио-видеозаписей. Весь проект должен был быть изначально разделен на три части, на три записи. Первые две были осуществлены в 2017 и 2019 году, третья должна была быть осуществлена в 2020 году, но очевидно, что, скорее всего, она будет сделана, может быть, этой осенью, как только откроются границы, как только можно будет это технически все реализовать. С фантазиями Телемана вообще связана очень интересная история. Дело в том, что это пьесы, о которых многие годы исполнители знали, что эти пьесы когда-то были написаны, когда-то были опубликованы, но, собственно, нотный материал был утрачен. Еще когда я только-только начинал играть на Виоле да Гамбо, я помню эти разговоры с моим профессором Виландом Кюйкиным, когда я, юноша с горящими глазами, говорил, Виланд, ну а как же так, вот фантазии Телемана, они вообще существуют, они есть или их нет? Он задумчиво говорил, ну никто не знает, может быть, они были, может быть, это были транскрипции фантазии других инструментов, мы не знаем. Действительно, многие годы было известно лишь о том, что в газете в Гамбургском Курьере 1735-1735 года появились объявления о том, что эти фантазии будут изданы, и было написано, фантазии для Гамбы Оне-бас или Оде-бас, то есть или без баса, или баса. Имелись в виду фантазии для Гамбы соло. В соответствии с этим объявлением люди, которые жили в Гамбурге в то время могли эти фантазии купить, могли на них подписаться, могли каждые две недели получать лист нотной бумаги, который был опубликован на две фантазии. Вот одна на одной стороне и одна на другой. И, соответственно, в течение шести недель, в течение почти шести недель, причем 12 недель, они должны были получить все эти фантазии и смочь их сыграть дома. Конечно, очень интересно, таким образом, в первой половине 18 века могло в одном только Гамбурге найтись такое количество людей, подписавшихся, которые были в состоянии эту музыку сыграть. Но тут надо понять, что для Телемана публикация этих фантазий, равно как возможное и сочинение этих фантазий, была часть очень интересного, очень новаторского для того времени проекта. А именно Телеман, находясь в Гамбурге, решил издать множество своих сочинений. Как вы знаете, надоиздательство в то время было процессом очень дорогим. В то время издательскими центрами, нотоиздательскими центрами был Амстердам и Париж, совсем даже не Гамбург. И в германских землях нот публиковали гораздо меньше, всегда это был очень дорогой процесс. По всей видимости, Телеман понял, что он может сильно этот процесс удешевить, если он будет гравировать эти ноты сам. Таким образом, все его затраты заключались в том, что ему нужно было располагать необходимым количеством гравировальных досок и бумагой. Возможно, еще какой-то был человек, который делал отчиски с этих досок на бумагу, чтобы это можно было располагать. То есть мы сейчас можем понимать, что Телеман сократил свои затраты на эту публикацию приблизительно в два раза. Потому что если бы он прибег к услугам гравировальщика, то ему нужно было бы человеку платить какие-то деньги. Там Телеман блестяще гравировал. Таким образом, это уникальный случай, когда гравер и композитор в одном лице, то есть он все-таки все ответственны за любую ошибку в этом нотном тексте. Итак, объявление было размещено в газете, люди купили фантазии, разошелся какой-то тираж, и потом этот тираж исчез. И вот только в 2009 году в земельной библиотеке Воснабрюке был обнаружен единственный на сегодняшний день известный экземпляр этого печатного издания. Сразу после находки в 2009 году, почти шесть лет ушло на то, чтобы эти фантазии, человек, который их нашел, записал. В 2015 году вышел диск. И одновременно готовилось издание в Германии. Издание было фоксимильное, то есть здесь был разведен авторский текст. Но к нему, соответственно, было еще сделано и современное издание, где просто те же самые фантазии были набраны современным шрифтом. Я считаю, что это очень правильный был поступок. Почему? Дело в том, что вот этот формат А4, к которому мы с вами так хорошо привыкли. В первой половине XVIII века он не использовался. Был другой формат, который был приблизительно на 6 сантиметров в каждую сторону больше, чем А4. Соответственно, размер нот был гораздо больше. Их было удобно читать, если вы на пюпитр. Таким образом, при воспроизведении фоксимильное, эти ноты становятся меньше и гораздо тяжелее играть. Несколько слов о том, что, возможно, привело Талемана к сочинению этих пьес, потому что у нас, к сожалению, не сохранились никакие его собственные воспоминания или воспоминания современников о том, как этот процесс проходил. Мы знаем одно. Талеман много сочинял для Гамбы. И он знал этот инструмент превосходно. Уж не хуже, чем Иоганн Себастьян Бах, а, возможно, даже и гораздо лучше. Его творчество – это порядка четырех десятков произведений для Виолы да Гамбы и с участием Виолы да Гамба. В том числе 13 пьес для Виолы да Гамбы без сопровождения. Вообще пьесы без сопровождения, они предъявляют композитору особое требование, потому что нужно очень хорошо знать специфику инструмента. В этих пьесах инструмент должен играть все необходимые голоса партитуры, и сопрано, и бас, и гармонические голоса где-то в середине. То есть нужно очень хорошо знать специфику инструмента, чтобы написать для него с аккордами и двойными нотами. Вы знаете, что Виола да Гамба – инструмент ладовый, инструмент, первоисточником которого, предком которого был средневосточный ут и фактически лютня. Таким образом, исполнение музыки, которая не требует дополнительного сопровождения для Гамбы, было вполне под силу. В немецкой традиции 17-го, начало 18-го века было сочинять для Гамбы без сопровождения. И в какой-то момент эти пьесы были записаны в табулатуре, я думаю, что вы это слово знаете, потому что оно до сих пор используется в гитарной музыке. То есть вы, когда пользуетесь табулатурой, вы не знаете, какая оно-то звучит, но знаете номер лада на грифе. Потом пьесы начали нотировать обычные нотации, но так или иначе они предназначались для одного инструмента. В Германии вот эта вот грань между сочинением без сопровождения и сочинением с сопровождением, она была очень тонкой. Многие пьесы публиковались с опционным басом. Для чего это делалось? Делалось это для того, чтобы люди могли эту замечательную музыку сыграть вдвоем и втроем. То есть один играет в сольную партию, другой аккомпанирует на басу. А третий человек, допустим, аккомпанирует еще на клавесине по цифрованной партии. Но тут любопытно, что пьесы изначально были сочинены именно ради того, чтобы ни в коем случае не быть исполненными несколькими музыкантами. То есть курьез этих пьес в том, чтобы один музыкант сыграл всю партитуру. Мы с вами понимаем, что, например, клавишным инструментом, клавесину, органу, фортепиано – это под силу. А струнный инструмент как бы изначально вроде одноголосный. Надо сказать, что для Гамбо существовало две традиции письма. Композиторы писали в двух стилях. Один из этих стилей можно назвать мелодическим, когда партия инструмента была представлена одним голосом. То есть можно было сыграть какую-нибудь красивую мелодию. И иногда эта мелодия могла быть сыграна не только ногами, но, допустим, на смычковом альте или на виолончели. Или даже на духовом инструменте. Это, в общем-то, не имело принципиального значения, кроме, пожалуй, тембра инструмента. А вот когда речь шла о так называемом гармоническом стиле, тут нужно было действительно знать специфику инструмента. Какие аккорды можно сыграть, какие нельзя сыграть. Какие двойные ноты можно сыграть, какие нельзя сыграть. Двойная нота позволяет одновременно исполнять два голоса. Поэтому человек без блестящей подготовки не может это сделать. Не умея играть на Гамбе, Телеман не мог бы сочинить эти прессы. Любопытно сравнение в данном случае Телемана с Иоганном Севастьяном Бахом. Потому что Бах тоже сочинял для Гамбы. Но его самые знаменитые пьесы все написаны в мелодическом стиле. Это знаменитые сонаты для облигатного Чембала и Виола да Гамба. Это некоторые облигатные партии в его кантатах. Например, знаменитая соло в «Страстях по Матфею», которая совершенно написана в гармоническом стиле. Она на самом деле Бахом не была изначально написана для Гамбы. Оно было написано для Людни и впоследствии транскриптировано для Гамбы. Кстати, еще не сказано, что в этой транскрипции не принимало участие какой-то выдающийся гамбист. В этом плане, конечно, сочинение Телемана для Виола да Гамба гораздо более интересное явление, потому что человек на Гамбе играл. В начале XVIII века для того, чтобы получить компельмейстерский пост, немецкий музыкант или человек, который хочет получить компельмейстерский пост, он должен был быть в состоянии сыграть на скрипке, на органе, спеть, сыграть на гобое, на флейте, на валторне иногда, и в том числе сыграть на Виоланчиле и Виоле да Гамба. В твоей автобиографии Телеман пишет, что он играл на Виоле да Гамбу. Возможно, что он играл гораздо лучше, чем мы можем себе представить, играл какой-нибудь компельмейстер просто для общего, как говорится, развития. Очень часто компельмейстеры были в состоянии на разных инструментах сыграть соло с оркестром по мере необходимости. Соответственно, Бах мог сыграть соло на скрипке и соло на органе, Телеман мог сыграть соло на скрипке и на Виоле да Гамба. Это было абсолютно нормально, но для нас, современных музыкантов, конечно, это, в общем, выглядит довольно экстремально. Еще одна интересная вещь относительно моей записи фантазии Телемана для Виолы да Гамба соло заключается в том, что я считаю, это, правда, только гипотеза, что далеко не все они были изначально предназначены для этого инструмента. Возможно, что Телеману ввиду необходимости каждые две недели выдавать по две фантазии пришлось, так сказать, заглянуть к себе в сундучок со своими заготовками ранними и прибегнуть к помощи нескольких фантазий, сочиненных изначально для Виоланчей. На основании чего я делаю этот вывод? Дело в том, что восемь фантазий, восемь фантазий из двенадцати, с ними как бы нет никаких вопросов, они написаны для Виолы да Гамба и идиомы письма для инструмента идеально совершенно рассматриваются. Все эти фантазии включают в себя в том числе и фугированные части, а написать фугу для Гамба это, в общем-то, нужное искусство. А вот четыре фантазии из двенадцати, они очень сильно на своих восьмерых сестер не похожи. Они более одноголосные, хотя они написаны не в том мелодическом стиле, о котором я чуть выше говорил, но в ней гораздо меньше использованы двойные ноты и аккорды, и в основном в них использован так называемый ломанный стиль, когда один голос подхватывается, а после него играется, допустим, подхватывается бас, а после него играется верхний голос. Этот стиль был гораздо более типичен для Виоланчили начала восемнадцатого века. Если вы возьмете итальянские сонаты для Виоланчили и баса, в них, может быть, не так много будет аккордов и двойных нот, но вот этот метод подхватывания баса, прыжков через струны, он очень активно используется. Так вот, у Таллимана в четырех фантазиях из двенадцати этот метод также использован. И я нашел те тональности, из которых, возможно, он взял фантазии и досочинил их, переделал их для Виолы да Гамба. Но, тем не менее, я все-таки считаю, что это лишь гипотеза, но я свою гипотезу постарался подтвердить с практической точки зрения. Я записал фантазии и на Гамбе, и на Виоланчили. И вот на данном этапе мной записано, сейчас скажу сколько, семь фантазий для Виолы да Гамба, две фантазии для Виоланчили. Осталось три, которые я собираюсь записать в наступающем году. Дай бог здоровья и возможности это сделать. Ну и плюс еще какие-то пьесы для Виолы да Гамба и для Виоланчили соло. В проект вошла также знаменитая соната из другого труда Георга Филиппа Теллимана «Де Гитроя Мюзикмейстер» 1728 года. Это очень интересный труд, в котором он, собственно, опубликовал свою сонату для Виолы да Гамба соло. Она тоже такая, я бы сказал, двоюродная сестра вот этих самых фантазий. Она чуть-чуть побольше по размеру, она технически тоже совершенно интересна. Она написана для Виолы да Гамба, ее невозможно сыграть больше ни на каком другом инструменте. И она совершенно очевидно предчастлива к этих фантазий, о которых мы сейчас не говорим. Ее я тоже записал, и надеюсь, что в ближайшее время она тоже будет опубликована у меня на моем инструкционале. Что еще интересно? Ну, в некотором смысле, вот эти 12 фантазий для Гамбы – это своего рода хорошо темперированный клавир для Виолы да Гамба. Что такое хорошо темперированный клавир, вы знаете. Это знаменитые два сборника «Прелюди» и «Фук» во всех тональностях, которые написал Иоганн Себастьян Бах. Написать 24 пьесы во всех тональностях для Виолы да Гамба теоретически, конечно, возможно. Но у нее есть тональности, которые активно использованы, и тональности, которые просто не имеет смысла писать. Вот Элеман написал свои фантазии в 12 разных, ни разу не повторяющихся тональностях. Что показывает определенную умственную игру, интеллектуальную игру. То есть, смотрите, как я могу. И я даже предполагаю, что эта игра была нацелена на одного очень серьезного слушателя, на одного очень серьезного коллегу его. Это был лейпцигский капельмейстер Иоганн Себастьян Бах, который буквально за 10 лет до сочинения «Талеманом фантазии» для Виола да Гамба сочинил свои знаменитые сюиты для Виолы да Гамба. У меня нет никакого сомнения, что Талеман эти пьесы знал, потому что как раз в начале 30-х годов копия баховских сюит была сделана именно гамбургским капельмейстом Вестфалем, с которым Талеман был прекрасно знаком. Более того, Талеман состоял в переписке с Иоганном Себастьяном Бахом и, как вы знаете, был крестным отцом одного из его сыновей, именно Карла Филиппом Нейла Баха. Таким образом, я уверен, что Талеман знал пьесы Баха, и талемановские фантазии для Виола да Гамба и, возможно, утерянные фантазии для Виоланчелли были своего рода ответом на творчество знаменитого лейпцига. Плюс к этому есть еще одна любопытная вещь, тоже последний такой момент, чтобы говорить, что в этих фантазиях, эти фантазии состоят, конечно, не из 12 пьес, в каждой фантазии от двух до четырех различных маленьких частей, таким образом, это несколько десятков различных маленьких пьес, и все они написаны в разных формах и в разных жанрах. Надо сказать, что Талеман тоже не единственный раз этот принцип использовал, его замечательные оркестровые сюиты 1736 года, также изданные в то же самое время, изданные в Гамбурге, они включают в себя также 36 различных оркестровых пьес и жанры ни разу не повторяют. Таким образом, это не просто издание, это не просто прекрасная музыка, которую можно играть, но еще и вот такой вот образец барочной интеллектуальной игры. Более того, не забудем, что композиторы того времени, если они прибегали к публикации своих сочинений, то они не только их продавали, но они еще как бы воздвигали себе определенный рукотворный памятник. Таким образом, другие музыканты, другие композиторы по этим изданиям могли судить о том, какого уровня композиционного мастерства достиг их коллег. Вот это тот небольшой комментарий, который я мог выдать к своему проекту. Я приглашаю вас посмотреть те записи, которые уже осуществлены, они на моем YouTube-канале, здесь в описании к этому видео будет обязательно ссылка на этот канал. Многие видео опубликованы на... Все фантазии мной уже опубликованы, но еще есть какие-то пьесы, которые я обязательно опубликую в будущем. Некоторые фантазии мы будем публиковать, в том числе на Пратумском Фейсбуке. А я вас приглашаю, приходите к нам на YouTube-канал Пратум Интегрум и на мой YouTube-канал, на котором вы можете услышать много новой, неизвестной, интересной музыки. Я надеюсь, что в следующий раз нам удастся провести стрим в живом формате, и мне удастся ответить еще на вопросы, которые поступили к нам на Facebook от вас. Там были очень интересные вопросы, но просто я понял, что за те 20 минут, которые мне в сегодняшнем стриму придется осветить, я просто не успею на все ответить и просто все в комку. Поэтому я надеюсь, что мы эту форму общения еще продолжим. И приходите, у нас будет интересно. Большое вам спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok